Субтитры создавал DimaTorzok Возлюбленные Христе, Счастные Отцы, Братья и Сестры, Приветствую сегодняшним днём воскресным, днём памяти всех святых, землерусской просиявших. Сегодня именины о Русской Православной Церкви, сегодня день ангела о Русской земле. Мы чествуем всех ведомых и неведомых угодников Божьих, потрудившихся на землерусской, в канонических пределах Православной Церкви и Российского государства, или, может быть, за их границами, но на благо и процветание нашего Отечества. Как бы ни было много государств на лице земли, при всём внимательном нашем изучении мы найдём лишь только одно, которое именует цветы. От древних лет и практически до сегодня Русь святая. Ни Египет, ни Турция, куда любят ездить наши сограждане отдыхать, ни Европа, увы, и ни Америка, ни даже Византия, сегодняшняя Греция, носит это великое качество святости, святой жизни. Почему Русь называли святой? Не потому, как некоторые думают, храмов на ней много, монастырей на ней много, икон различных древних было много. Вот и святая. Конечно, нет. Всё вышеперечисленное лишь только следствие святости жизни русского народа. Жили святые, потому и Русь была святой. Хотя она и восприняла евангельскую проповедь позже Европы, той же самой Грузии, возьмите, и других стран. Но так крепко любовь ко Христу укренилась в сердце русского человека, что ни выжечь ни огнём, ни железом, никак не выхолостить этот дух любви. Хотя мы видим, как стараются наши соседи из океана это сделать. Но каждый народ, как, в общем-то, и каждый человек, прочитывая какую-то книгу, будь это творение рук человеческих или священное писание, воспринимает близко к сердцу какие-то места наиболее для него важные. Воспринять всё Евангелие в полноте – это участь совершенных, к которому мы, конечно, в главнойности с вами стремимся. И вот каждый народ, как и отдельный человек, как бы для тебя христианство воспринимает очень индивидуально, качественно по-особому. Какие-то моменты в учении Христа оказались наиболее близки ментальности тех или иных этносов. А что же близко нам, русским людям? Что пронизило наше сердце, сколыхнуло нашу душу, отпленило этим сладким духовным пленным наш ум? Интерпретант Антоний Сурожский обнаруживает в первую очередь в русском человеке, в нашей великой нации, одно из первых качеств, которые свойственны нам на протяжении многих веков существования – это терпение. Насколько не просто терпелив, а долго терпелив русский народ. Это даже выходит в каких-то поговорках остроумных. Вот русский долго ждёт, собирается, долго терпит, но если уж его разбудить, то берегись и вся Европа, и весь тот мир, который растолкал спящего богатыря. Терпеть привыкли. И от трёхсотлетнего Игора Орды, и от других скорбей, и от плуга, и от цахи, и до сих пор русский народ терпит, возлагая своё упование всецело на Христа и на промысел Божьего. Другое качество, которое русский человек особо воспринял от чтения Евангелия, это великое сострадание, уважение и почтение крестным муком Христа. Христос страдавец вот нитью красной через всю мысль русского народа и культурную, не только литургическую, но и литературную, проходит, как некий нет. И третье это любовь. Любовь к Богу, любовь к Церкви и любовь к ближнему. И эта любовь, заметьте, она имеет несколько другой оттенок, чем в других народах. Русские привыкли меньше говорить о любви, а больше делать. Потому что в многословии теряется покаяние, теряется благодать и помнит твердо русский человек слова Христа Спасителя. По делам их узнаете их. И когда придет судить нас Сын, человеческий Сын Божий, то Он будет нас судить не по словам, а по поступкам нашим. Каждый отдел своих оправдается и отдел своих осудится. Но вот что бы хотелось еще сказать об особенности русского народа и его религиозной жизни и любви. Наверное, нет в других странах, в других народах такого количества юродивых и блаженных как в церкви русской. Их особенно всегда почитали и Василия блаженного, и Николая Кончанова, и Ксенишку, и Матрону, и многих-многих, которых мы с вами не запомнили, не знаем, но которых была исполнена вся наша грелочная Русь. Ходили эти калики-перехожие по селам, по весам, по городам, в рубищах, лишенные крова, хлеба, принимая свой смертный час, порой где-то отдали от своей малой родины, в лесах, в полях, от рук злых человеков, разбойников, и от луков векового зверя, или просто потому, что сердце уже не выдержало постоянно нести на ногах это время. Ну вот, как мы читаем в житие одного святого Игоря Мина Даниила Переславского, который имел такой обычай, благочестивый обычай в своей жизни, правило ходить и собирать этих никому неведомых почивших и хранить их в одной братской могиле, которая называлась всегда Божий дом для них последнее пристанище. Эти брошенные как мы называем сейчас бомжи, несвежепахнущие в грязных ризах, от которых казалось бы отрекся весь мир, оказывается святы перед Богом. И об этом свидетельствовал не только преподобный Даниил, но и все жители древнего Переславля Залесского, видя по ночам дивные сияния над могилами этих никому неведомых кроме Бога усопших святых. Насколько и сейчас среди нас святых бабушек и не только пожилых людей, но, к сожалению, становится их все меньше. Почему? Почему русский народ утрачивает сегодня свое предназначение быть солью земли и светом для всего мира? потому, что он потерял ориентиры. Сбился как корабль с коса. Маяк, который для него всегда был ярко горящим евангельской истины, то ли затухает, то ли пропадает в дымке современных соблазнов. и вот мы, утрачивая корни, историческую принадлежность, свои жизненные ценности, так жадно смотрим на Запад, как на некий кумир, дающий всему миру нечто великое и совершенное. а что он дает? Он ложные дает нам ценности, которые нам ничего с вами не оставят в жизни, как горькое послевкусие, которое ярче всего почувствует человек после своей смерти. вот выстроить свои духовные ориентиры под тем маякам духовным, которые открывает нам сегодня в праздновании Церковь Русская наша задача, чтобы нам ту эстафетную палочку крест Христов не потерять, не опустить, а в законе лежать над головой и не бояться страданий, не искать удовольствия этому же мире лукавому. Помни о том, что все здесь пройдет и ничего с собой ты не заберешь, но все самое радостное, самое светлое ждет тебя впереди в Царстве Небесного Отца. Он говорит о том, что приготовил нам удивительные обители еще до сложения мира. До того времени, как мы с вами родились, Он уже нам приготовил место для блаженного царствования вместе с Ним. Он говорит нам удивительные вещи. Вы уже не рабы мне, вы мои друзья. разве с рабами делятся оттаяние? А Я Вам открыл всю глубину, всю тайну спасения человеческого рода. Все, что Вам необходимо для спасения Вашей души, Вам открыто, чтобы Вам царствовать вместе со Мной вечно. так неужели мы презрим это доверие к нам Бога? Неужели мы изберем временное благо вместо вечных? Временное удовольствие вместо бесконечных духовных? Неужели мы отвернемся от Христа? Неужели мы забудем подвиг наших предков, благодаря которым мы сейчас живем и существуем и еще называемся великой российской державой? Будем жить так, чтобы и на наших плечах новые поколения смогли утвердить державу российского престола? Будем жить так, чтобы не было стыдно ни нашим предкам, ни нашим потомкам будем жить, молиться и трудиться так, чтобы все другие народы могли сказать «Да, Русь святая и поныне». Будем помнить слова, запечатлением их в сердце своем и в уме, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение Аминь. С праздником, дорогие братья и сестры, с Днем Ангела нашей русской земли и русской православной Церкви. Всех причастников скулу поздравляем с преним Таин Христовых, но в день сегодняшнего торжества и престольного праздника, а по идее вообще всех русских храмов сегодня престол. Ликуй и торжествуй земля русская и сердце русского человека. И чтобы